девчонки вы меня просили показать как я делаю маникюр себе сама гель-лаком да я уже начала вспомнил что вам обещала мне вот такой набор от витек он такой знаете полупрофессионально что ли мне кажется вот так выглядит сама эта бандурина он подключен работает от сети потому что у меня были маникюрные наборы которые работают от батареек но это бред конечно если делать себе гель-лак маловато мощности общем я выбрал от стилю в свое время покупал по-моему в днс за 2 700 точнее муж не дарил вот вот так он выглядит вот такие тут различные насадки я пользуюсь основном двумя-тремя вот эти мне не нужны вот это наверное для педикюра такая большая агрессивная к сожалению насадки дополнительно не кучу я уже как бы подумывала разделаю себе маникюр то нужно купить профессионально так у меня тут лопаточка лежит вот эти наверное тоже для педикюра для шлифовки я имею никакими не пользуюсь из этих насадок вот вот это тоже редко снимаю слой в основном пользуюсь вот этими двумя тоненькими для маникюра чтобы убрать кутикулу спилить все-таки но они плохо спиливают кутикулу с профессиональным не сравнить да надо какой-то на алике посмотреть может что-нибудь такое с фрезами да где можно фрезы покупать отдельно потому что вот эти конечно не совсем качественно спиливают кутикулу долго уходит много уходит времени чтобы спилить а так набор классный для домашнего использования конечно классный вот этой насадкой я сейчас снимаю лак ведь она у меня уже какая насадки вот сюда вставляются вот так так и я уже начала я уже четыре ногтя спилила сейчас я снимаю гель-лак до тонкой подложки буду делать маникюр вот этими маленькими насадочками да то есть обрабатывать по бокам кутикулу везде все как бы обрабатывать как следует приводить ногти в божеский вид до кутикулу в божеский вид а снимаю я вот этой вот насадкой сейчас покажу вам как это все дело выглядит здесь есть кнопка да мы ее сейчас с вами включим он будет сильно жужжать это реверс то есть переключение в одну сторону или в другую и здесь две кнопки плюс и минус это скорость смотрите то есть вот таким образом он работает чисто домашний набор но мне кажется за 2 700 муж не упал можно уже за тысячу мне кажется сейчас взять такой вот полупрофессиональный аппарат которому который работает от стих которому продаются фрезы до которыми работать гораздо быстрее и удобнее но вот сейчас я спиливаю оставшиеся ноготочки и буду делать маникюр ну что девчонки доделала я доспиливала придала форму немножко убрала длину вот так ногти ногти выглядят после того как я их спилила и обработала до кутикулу все дела дальше что дальше я обычно сейчас последнее время делаю ванночку для ногтей с морской солью с какими-то маслами чтобы они немножко отдохнули и вообще люблю делать за два дня то есть сегодня я спилила придала форму обработала кутикулу они у меня до завтра отдыхают завтра я их покрываю вот так но сегодня скорее всего буду покрывать сегодня вот какая у меня лампа девчонки это самая дешевая лампа которую я видела в магазине 36 ватт да или вольт или чего она была у нас в магазине косметики и и 450 рублей стоило нормальная такая себе лапа за 30 секунд высушивает все прекрасно вот так она выглядит здесь две кнопки таймер на 120 секунд да и таймер вот непрерывно включение выключение от сети шнур и внутри вот такие вот лампы нормально все просушивает хорошо держит как бы но меня устраивается 450 рублей такая лампа вот такие палочки из фикса я если затекает лак использую потом сначала сейчас поделаю домашние дела да потом обезжирю ноготочки спиртом спиртиком обезжирю как следует пройдусь бафиком уже проходиться не буду я сейчас пилочка немножко прошлась вот такие две кисточки у меня не помню откуда по моему с алиэкспресс но это и либо для дизайна либо чтобы по краям промазывать хорошо потому что в лаках не всегда кисточки маленькие бывают сейчас у меня вот такой вот вот такая вот база она камуфлирующая когда вы писали какая там у тебя нижнятина на руках это вот просто база до отходе мне очень нравится потому что она сам выравнивающийся она хорошей такой густоты сейчас откроем вот и она прекрасно ложится то есть выравнивает ноготочек вообще просто идеально вот такого цвета у меня еще есть немножко потемнее такой более телесный есть у меня базы и бесцветные но от другого производителя на мне не очень нравится поэтому я использую даже под цветные лаки вот такой вот камуфлирующую от коде оттенок девчонки какой оттенок вот оттенок pink ice фокус потом хочу сделать белые ногти девчонки вот так называется лак и нж не знаю покупала в профессиональном магазине косметики гель-лак белый это даже инструкции первая свеж 2 минуты в лет 30 секунд в такой у меня наверное лет лампы я так понимаю да наоборот не лет а увы наверное у меня лампа две минуты вот эта лампа на это девчонки кто разбирается это увы наверно да я правильно понимаю вот белый лак хочу чисто белые девчонки 001 ногти я вот хочу давно хочу вот он он не знаю такого производителя у меня еще нет лаков попробую что это как он называется био профи вот коричневый лак до этого у меня был блин по моему тоже по моему это один производитель р о профи нет рио профи рио профи до 1 он мне не очень понравился кстати коричневый он хорошо лежит с первого слоя перекрывает выравнивается но он быстро затекает он жидковат что ли не знаю хотя плотный шестом оттенке дает коричневый желтым был который на ногтях до чем белый а топ у меня вот такой тоже очень нравится тоже выравнивает хорошо средней густоты не растекается не затекает адрико кода получается называется я не спец во всех этих делах обычный такой топ вот закрепитель гель-лака без липкого слоя конечно же я все беру потому что но это неудобно мне кажется так что вот так девчонки сейчас буду заниматься домашними делами и потом делать маникюр и я начинаю с большого ноготочка обычно базу просушиваю в лампе да потом все остальные ноготочки быстренько базы просушиваю ну и в принципе все стандартно на самом деле просто занимает конечно много времени и пойти бы сделать в салон но как любитель экспериментов даже не надо все самое делать как я хочу вот может какой-нибудь дизайн кстати сделаю я наклеечки покупал надо сейчас поискать вот они тут рядышком лежали вот такие кристаллики ты мне давали в подарок я что-то не представляю как их использует как сеточка такая на ноготках получается бог будет и вот такие со стразами цветочки кстати красивый на белом может быть будет красиво смотреться подумаю в общем девчонки показываю маникюр на следующий день потому что вчера я с ним просто замучилась вот как он выглядит сейчас покажу поближе все-таки сделала декор красиво мне так хотелось почему-то белые ноготочки попробовать вторая рука вот так одна рука нормально вторая рука правая почему-то начался начал лак пузыриться то есть когда наносишь лак именно лак вот этот вот белый в лампу руку вставляешь да и он вот так вот сжимается что ли ну не пузырится а как как сминается да вот так вот это какой-то капец так на каждом пальце на правой руке на левой нет на правой руке на каждом пальце и я просто извелась просто замучилась у меня такое уже бывало и причем на некоторых лаках не на всех у девчонки кто занимается маникюром расскажите от чего это так бывает почему я не могу понять то есть все как бы одинаково обе руки сначала база потом вот этот белый лак на одной руке нормально другой руке каждый палец вставляю в лампу сушиться и он начинает вот так вот собираться короче вообще какой-то капец всю руку переделала уже делала практически до ночи это какой-то уж ладно в итоге сделала про принтер девчонки вы меня спрашивали про принтер какой лучше принтер туда-сюда у меня опыт достаточно большой в этом вопросе сейчас вам покажу свой картиночку с названием вам все вставлю скриньте как бы если ну выбираете не знаете какой выбрать я могу смело порекомендовать вам свой принтер на самом деле это удобно у меня мфу мфу то есть три в одном он как сканер как принтер как серокс получается вы можете откопировать любые свои документы да не искать где-то где ксерокопию можно снять и так далее распечатать все что вам угодно фотографии какие вы хотите не платить больше бешеные деньги со фотографий там школах садиков у нас например по 400 500 рублей стоит фотка посидела сама обработала фон поменяла сделала какой тебе хочется распечатала все как бы можете отсканировать фотографии если кто-то все-таки приобрел групповую фотографию в классе в садике вы на своем хорошем принтере можете отсканировать эту фотографию себе распечатать абсолютно бесплатно у меня было три принтера этот третий первый был canon черно-белый он до сих пор работает там только надо заправить заправлять картридж раз в 10 лет наверное девчонки потому что я им печатала не знаю сколько ему уже лет двадцать наверное потом мы взяли погнавшись за ценой потом так не canon а xp цветной за 2000 рублей они во всех магазинах вальдорадо в видео в днс есть вот эти вот принтеры hp hp до цветной с картриджами стоит она 1900 до 2 100 думаю дешево классно еще и цветной там вообще супер кто там лазит кто там лазит в трусах отодвиньтесь пожалуйста в ту сторону вот и мы его взяли он в принципе долго хорошо печатал мы на нем делали фотографии очень качественные но там быстро кончаются чернила и картриджи эти нужно менять я порылась в интернете нашла что их можно заправлять все таки ну как их нельзя заправлять но некоторые умудрились это сделать я тоже решил попробовать заправляла заправляла в чернилах вся была чернила покупала в итоге он начал глючить не тот цвет выдавать ну в общем ну дешевый что сказать хотя там тоже нужно было сканировать документы и все как бы за 2000 сначала прям очень сильно радовались ну и тут как бы ребенку в школу до нужен все равно хороший аппарат он всегда пригодится это на самом деле очень удобно много функций мы даже знаете распечатывали ну естественно раскраски все какие-то прописи уже покупать не надо все в интернете находите и распечатывайте ребенку по возрасту все что угодно я так всегда делаю ничего не попало в редком случае когда там попросит раскраску да там куплю а так я все распечатывал в интернете какие-то раскраски с какими героями вот пожалуйста все распечатал раскраска у тебя готова логические какие-то задания кроссворд скандал все что угодно есть в интернете можно распечатать мы знаете делали даже что есть такие игрушки карт картонные фигурки которые нужно собирать да то есть допустим магазин фиксы продается мебель ее нужно собирать картонную да я даже вот а вот такую вот распечатывала на картоне мы вырезали и собирали допустим коровку мебель какую-то картонную очень интересно в общем принтер хороший принтер это классно сейчас я вам покажу свой могут быть засветы девчонки на сегодня солнечно-морозный солнечно никак не хочет весна к нам приходить смотрите вот маникюр как получился общем вот такой с дизайном это со стразиками но ничего для домашнего маникюр мне кажется я уже более-менее делаю пойдет так смотрите это принтер у нас canon вот как он выглядит сюда заправляются цветные чернила это очень легко делается я забыла как девчонки как-то вот эта вся крышка да 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 вот поднимается смотрите вот эта вся крышка поднимается открываем вот эту синюю крышку открываем вот эти маленькие крышечки черные и заливаем чернила в комплекте с принтером они были все никаких проблем вот мы их залили мы видим их количество это мы пользуемся мне кажется полгода назад где-то мы его купили может побольше то есть хватит надолго и здесь черный точно так же открываем вот эту крышку потом вот эту и сюда их заливаем это очень удобно никаких проблем нет хотя бы с заправкой принтера вот лоток для бумаги у нас тут все так вот модель пиксма так g24 11 то есть здесь мы с вами сканируем вот так крышечка открывается дай мы здесь с вами сканируем кладем документ закрываем все сканируем какие нам нужны документы какие нам необходимо цветной или черно-белый формат какой угодно вот здесь экранчик провода к нему кстати не было юсби к компьютеру мы от старого принтера взяли каноновского от нашего но и все отключается в разве в розетку и нужно отдельно только провод юсби но они стоят дешево это мфу это мфу струйная почему именно струйный в принципе за такие деньги можно было взять и лазерной хороший я много отзывов прочитал потому что намучилась уже с этими принтерами до очень много отзывов почитала и решила что именно струйный подходит нам больше до чем лазерный лазерный заправлять по моему дороже я уже не помню почему девчонки но тоже можете заняться этим как бы и почитать отзывы да я уже не помню на самом деле почему вот тут Я помню, что я к выбору вот этого принтера, МФУ точнее, подходила очень ответственно. Это для бумаги, которая выезжать будет отсюда. Печатает он шумно. Да, лазер, ой, стройные они печатают шумно. Но меня этого абсолютно не напрягает, когда мне нужно что-то сделать. Ну, шумный, шумный, бог с ним. Очень быстро. И цветная печать, и черно-белая очень быстро. Никаких нареканий к нему нет. Потрясающе работает, потрясающее качество фото. А есть на диске еще программа, где вы можете сканировать документы и видоизменять его, улучшать качество. Очень интересная программа. Она у нас на компьютере. Тут у нас компьютер стоит. У нас все на подоконнике с целью экономии места. Вот. Поэтому я довольна, девчонки. Я довольна. Это хорошее вложение денег, которое всегда пригодится и даже, возможно, окупится с теми же самыми раскрасками, вечными ксерокопиями документов и так далее. Отсканировал документы, отправил либо в электронную виде, либо распечатал, и никаких проблем. В общем, я рекомендую, потому что много отзывов читала. Очень много. Наверное, месяц я его выбирала. И мы брали его в Вальдорадо с программой утилизации. Мне кажется, даже чуть меньше 10 тысяч он вышел нам. А сейчас он 12 с чем-то на сайте. Но я вам ставлю картинку именно Вальдорадо. Мне он понравился. Классный вообще. Вот никаких нареканий. Хороший принтер – это счастье в семье. Еще хотела вам, девчонки, показать три пустышки. У меня закончился от Avon. Вот такая вот умывашка польского производства. Поэтому даже не скажу вам, как она правильно называется. Тут уже все стерлось. Вот такая от Innu. Кстати, очень неплохая. Это гель. Гель, который классно пахнет, хорошо пенится и хорошо очищает кожу. Очень неплохая. Но такие деньги, какие она стоит в каталоге, я бы за нее не отдала больше. Нет. Есть умывашки достойные и даже достойнее. И гораздо дешевле. Так, и вот по поводу этих масок, девчонки, я вам так рекомендовала, так рекомендовала их. И что могу сказать? Я взяла в прошлый раз в фиксе, вы видели, да, Сидо? Восстанавливающую, увлажняющую. Увлажняющую второй раз, восстанавливающую первый. И увлажняющая гораздо лучше, девчонки. Вот если будете брать, берите именно ее. Вот эта восстанавливающая вообще практически ничего не делает. Очень плохо пропитана. Здесь четыре штуки в банке. Увлажняющая лучше пропитана. И она действительно снимает все шелушения, раздражения, покраснения и круто увлажняет кожу. Вот ее могу смело рекомендовать. Вот эта девчонке не понравилась. Нет. Восстанавливающая вообще какая-то никакая. Ну, а все, мои красотки. На этом, наверное, влог буду свой заканчивать. Мы сейчас в темпе вальса собираемся в кино. Каникулы у нас начались, наконец-то, двухнедельно. Сегодня воскресенье. Мы всей семьей идем в кино. Идем мы на фильм «Пальма». Это отечественный фильм про собаку. Кто смотрел, девчонки, напишите, как вам понравилось, не понравилось. Нам сейчас папа уже будет карету подавать к подъезду, поэтому мы погнали собираться. На самом деле, интересный отзыв. Много хороших прям на этот фильм. Мне кажется, я там плакать буду, наверное. Ну, посмотрим. Вот. Ну, все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Всем весеннего настроения. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok